всем привет ребята разогнал я голубей вот малыш надеюсь не улетит садится в вольерных разогнал в общем он он летают на бреющем полете вот они уже вот кто-то курва забивается садится мраморный живет три дня садится ой дикари суки дикари сюда лезут вон небольшая кучка поднялась стойка это вот так вот издалека вот взял вот здесь вот удочкой махнул и вот кто сорвался пускай улетает отсюда во к черту он они вот он он летит летит вот так вот куда тебя куда куда тебя мимо вот он еще один зимородок вот он он на бреющем полете вот он шух шух вот он вот он вот он не знает куда себя деть ну голубей же видит я не знаю как вам сказать безголовые тупые вот 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 он мимо мимо ну на меня уже сел сел бы и не знаю как голубями назвать тяжело вот он вот он мотается вот один сел вот так вот один сел другой вот он видите как летит вот жмется к земле земле о-о-о-о даже что-то хочет сесть а давай вот куда ну ладно хоть на теплицу вон он еще один вон туда вон откуда-то с огорода взлетел сейчас покажу там вон один сидит вон она день сидит я уже увидел а второй вот куда-то вот с левой стороны куда-то там на желудок на крышу куда-то фурану в общем такие его дела по потерял я этих голубей меня предупреждали зачем связываешься зачем ну вот я связался связался вот из-за этого и своих не гонял вот они мои ребята вон это вот мои полетели вот пара здесь а летит мраморный какой-то там не знаю и кто-то повыше один или два он там один белый он там еще в общем тройка тройка наверху вот эти вот но эти ниже средний летают вот они эти совсем надо надо начинать их потихонечку гонять я понимаю дети и все остальное вот и избавляться независимо сколько бы они не стоили а вот вот кто-то летит ворон а это этот красный красный чубатый такой же и сел сел прям в огород куда-то на землю сел именно на землю куда-то в огород вот о чем и речь в общем с первого числа вот я уже разозлился я их вот так вот выгоняю всех в первый день вот первого числа наверно штук десять улетела улетела голубей вот вчера на работе был вчера мне вот сосед мимо горит моих летает я горит свои гоняю он мимо туда-сюда в общем куда-то куда-то летит куда глаза глядят и на этом все никто никого не поймал голуби куда не знаю в основном я так думаю их кошки по пожрут вот еще сегодня завтра и уже все это уже будет 3-4 дня без еды вот они все равно куда-то полезут вот и как-то так вот мои а это вот мои ребята вот сидит и дебил гоняй вот этих вот голубей все в принципе логично будет будут малыши будут малыши и все будет хорошо он там сверху какой-то красный что ли он белый ушел белый ушел один наверх и вот эти вот он там красненький и белый белый выше всех белый наверно зелеными плечами покрашенными этот какой-то пытается поиграть даже сидят что сидят вот зря зря их только кормил и все остальное просто просто я так думаю что зря это так люди говорят что голуби гонялись и все остальное но на самом деле на самом деле все да наоборот голуби летают свыше 3 5 метров они не поднимается тот голубь который когда-то гонялся он сорвался и умотал он поднялся и ушел эти же голуби вот как вот красный вон где где-то там вот я даже не знаю где-то там в огороде сидит на земле я даже не знаю где вот это скотина дикарь ходит по крыше сизых у меня нет вот как-то так в общем все что касается масти это не не говорит о том что голуби красавчики да они может быть по масти очень даже и ничего вот ну а как голуби но они нулевые сейчас пока на паузу так вот мы ритуны налетались и налетались и 15 минут все вот вам и результат вот еще кто-то там приземляется тот кто летал или тот кто с огорода откуда-то выскочил ну и наверху наверху осталось а осталось два штуки по моему красные белы а вот еще один еще один белый здесь покрашенными синими крыльями красный собака вот она красный белый правда еще выше вот из всех наверное белый только вот и полетает вот этот красный тоже скидывает о чем можно вести речь если голубей месяц-полтора вообще не трогал как какой тут лед никто не никуда не летит и не летает вот и все вот остается только лишь приучать малышей и на этом все и с них пытаться что-то получить все что касается вот молодых вот я так уже посмотрел лучше всего взять малышей даже те которые пищат вот там выживут они не выживут и но если они выжили если они выжили значит все значит и ты 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 с ними позанимался вот и они скорее всего наверное полетят с малышами проще всего заниматься он белый как играет а ты посмотри сил не ус не успел я показать солнце еще в глаза светит в общем малыши и привыкнут вот погуляют здесь привыкнут вот начнут на крышу залетать начнут потихонечку облет делать и в общем все а с этими ну это небесная крыса я больше ну как еще назвать я даже не знаю куры не куры вот натуральные куры вот по поселку летают наверное штук штук 15 летают где-то кого-то уже конечно может быть и кошки по пожрали но ну вот как то так так что надо потихонечку требушить и наверное все таки не вестись если человек на базаре говорит одно вот попроситься если домой вот он согласен приподнять голубей лучше таки сделать вот я вроде бы и недорого и как бы ладно там человек вообще просил по 2 с половиной тысячи за голову но это я извиняюсь это дороговато и он как бы отказался их поднимать вот ну я взял взял по тысяче рублей вот он вот он вот смотрите ах ты хочу он так летит это мой который наверху летал я думал это из этих может быть там сапсан или что по свои дикари мотаются и этот как дикарь это взрослый голубь так взрослый голубь мой мой выводной голубь взрослый красный у него там вставка белая хоть ты обосрался что-то вот я не смотрю наверх не знаю был еще белый я его не вижу может его уже и сожрал красный сил резко он скинул вот пока я сколько тут пять минут поболтал и и все в общем белого я не вижу вообще больше не вижу было их два в общем белого уже нет не знаю сейчас секунду на паузу так нашел я белого не знаю почему скинули может быть что-то где-то и летело вот он с перепугу вот и и в общем прилетел белый наверху мотается я его вижу наверху так что вот такие его дела ребята весна молодежь будет вот вот и с ними наверное все таки можно позаниматься выживут там кто не выживет вот и на рынке я так думаю все таки лучше всего малышей брать там посмотрел вот не всегда я ясно я старался там по некоторым телефонам звонить но можно так сказать человек сказал на рынке до голуби это то и все и летают и и игра и все когда договариваешься приехать домой чтоб он слета показал ну в общем в 90 процентах случаев получаешь отказ не 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 поднимает человек он только на рынке говорит что голуби летают а с дома с дома не все готовы приподнять голубей так что вот такие дела сейчас отойду посмотрю на белого в общем вот чуть-чуть хлеба с работы осталось а чуть-чуть вот покрошил чуть-чуть хлеба пускай слетают пускай заходят выходят там пескунята молодые которые есть еще в общем как то так ну а что касается эти голубей я я вообще первый раз жизни столкнулся с такими голубями ну в общем вот наподобие дикарей вот и эти голуби точно такие же людей они боятся они шарахаются в голубятни я в голубятни вольер они в голубятни я в голубятни они вольер они бьются в общем к себе не подпускают вот ну мои то тоже но мои вон я хлеб стою крошу вот они слетают тут вот как ближе к ногам вот они так меня не боятся как вот эти да вот только лишь одно то что вот у них есть масть и на этом все за голубей считать ну ни в коем случае наверное нельзя вот да и ну я так думаю максимальная цена таким голубям ну пускай будет 500 рублей они не должны стоить дороже ни в коем случае да если мы покупаем голубей с неба там вот приехали вам подняли пускай даже он там какие-то там полчаса 40 минут пролетел вы посмотрели вот задатки голубя в небе все вот ну и дальше вы с ним как бы работаете с этими голубями вот какой-то мраморного своего видимо загнал малыша вот он сейчас секундочку покажу вот он он а я вот смотрел вон туда дальше по крышам вот он он мой малыш мраморный вот он вот он вот он вот он вот он пошел вот малыш здесь родился и в общем далековато он был далековато вон он та дальняя крыша вон там он был на той крыше я смотрю нахвост кто-то падает а это вот ворона которая вот прилетела вот на бревящем полете вот как она зацепилась и и ну подойдет сейчас она улетит и опять же будет вот так вот вот она замерзла здесь и сидит чисто желтый голубь не знаю голубь голубь как тут сидит так что ну вот вот такие вот дела ребята а там уже сами в комментариях напишите вот я любое мнение выслушаю ну вот такие такие голуби я первый раз жизни столкнулся с такими голубями насколько бы вот голуби там были вольерные ну вот вот эти первый раз в жизни я столкнулся с такими голубями может быть там мне человек написал вот там бункерные кормушки были там поилка не знаю какая я ничего особо не видел в темноте приехал когда их забирал рано утром в общем пособирал и расплатился увез но в общем голуби только лишь масти больше ничего очень дикие очень вот из этих голубей из этих голубей в общем ну то что улетела там штук 15 улетела это сто процентов три четыре за четыре заболел и четыре заболела у меня я их убрал один из этих четыре четверых в общем я его посадил на булавку голубя парализовала вот я не знаю что с ним случилось или то что он у меня в руках был вот у меня один раз в жизни было такое что у чужого человека я голубя поймал в руки он у меня в руках умер я не знаю почему вот такое у меня один раз жизни было вот сидит в руках я его разглядываю его держу в руках он голову начал склонять склонять раз раз и и прямо у меня в руках вот за какие-то там 10 секунд голубь умер вот здесь то же самое получилось что я голубя вот посадил на булавку он попытался взлететь потом упал на бок и все я снял с него булавку и у и вот он этот стоит вот его качает вот он падает на бок я я два дня на него смотрел голуби его начали топтать не знаю вот и одного не знаю голубя голубку в общем вот также вот разогнал вот вот отсюда вот вот так вот большая крыша голубь залетел он полетел сначала изначально вот на эти елки полетел там цеплялся цеплялся короче не зацепился сел на эту крышу чуть-чуть не не на сам конек чуть чуть ниже я вот подошел вот сюда вот вот и отсюда взял в общем есть пневматическая винтовка турецкая я никогда и не попадал в общем я его хлопнул хотел по крыше ну вот думаю я все равно не попаду вот и с одного выстрела снес голубя своего который скатился вот так вот по крыше так что вот остальные вот вот еще здесь есть зимородки кстати красный только что прилетел пока я хлеб крошил под ноги пролетел чубаты вот вот такие ну ладно красного чубатого я можно так сказать за за бесценок забрал но вот этих желтых вот такие его дела ладно ребята все я наболтал белый не знаю белый где-то мотался я бы вам показал не знаю где он он еще летает где летает черт его знает один единственный голубь летает с голубя от них ну вот здесь вот штук 5-7 полетала ни о чем надо конечно потренировать потренировать и и все потихонечку потихонечку полетят а кто летать не хочет видимо им туда и дорога по огородам по курятникам в лапы кошкам и все остальное погода благо на наладилась вот но обещаю дождь вот и в это воскресенье 7 числа 7 апреля птичьи рынок город прохладный так что ребята у кого есть возможность приезжайте вроде бы вот до этого писали там чуть-чуть какие-то осадки сейчас все хорошо вот обещают хорошую погоду вот так что всем добро пожаловать город прохладных если есть возможность вот как то так песку него что-то нажрался с рыги говорит наверно травы нажрался малыш с белой башкой свои первые шаги по улице делает вот так они привыкнут и все вон такой он как рябыш краснорябы то же самое еще он и на улице по моему не был ни разу вот как то так ладно все ребята всем удачи здоровья ну и как то так до новых встреч